Здравствуйте! С вами Надежда Калинина, Академия Метафизики. Я вас рада приветствовать в нашем модуле «Символические звезды». Символические звезды – это отдельная, огромная, обширная тема. Символические звезды – это определенный вид энергии, который оказывает на нас влияние. Символические звезды дают ориентир, показывают, какие события могут произойти. Символические звезды могут быть в нашей карте, то есть в нашей дате рождения, а также в приходящих периодах. Символические звезды в карте сильней всего проявляются. Анализировать надо их с учетом самой карты. Символические звезды еще называют духами и демонами удачи. В восточной философии вся энергия называется удачей, как в нашем известном выражении – у природы нет плохой погоды. Духи несут положительную энергию, демоны – отрицательную. Это если очень отдаленно характеризовать. Конечно, влияние каждой звезды зависит от многих факторов. Классификация символических звезд. Символические звезды в зависимости от расчета символической звезды делятся на определенные группы. Первая группа – это от энергии небесных стволов. Что это значит? Тоже объясню. Вторая – энергии земных ветвей. Третья группа – это расчетные. Четвертая – смешанные энергии. И пятая группа символических звезд – это специальные формации. Символические звезды небесных стволов подразделяются на энергии благородства. Это положительные энергии, энергии добра, которые помогают человеку, они защищают его, они подсказывают, направляют. То есть это очень хорошая энергия. И при этом делают человека благородным. Второй тип энергии небесных стволов – это энергия любви. Энергия любви – это энергия очаровательности, нежности, энергия привлекательности, сексуальности. Но у этой энергии есть и вторая сторона. Это может быть энергия измен, это может быть энергия иллюзий, проблем каких-то, к сожалению, предательств. Они очень могут быть двухсторонними. И мы будем их разбирать. Третий тип энергии – это энергия агрессии, энергия борьбы. Сказать, что это всегда отрицательная энергия, нельзя. Потому что иногда человек борется со своими привычками и побеждает. Иногда ему надо преодолеть какие-то препятствия, чтобы стать лучше. Но, к сожалению, бывают и отрицательные энергии. Болезни – это энергия ранений, это энергия жестокости, это энергия проблем, аварий. То есть тут тоже очень двухсторонняя эта энергия. Следующая группа символических звезд – энергии агрессии. Это мы рассмотрим в данной группе овечий нож, летящий нож и красные облака. Символическая звезда – овечий нож. Овечий нож часто называют еще духом охотника. Две стороны этой звезды. Первая – это настойчивость, последовательность, целенаправленность. Вторая сторона – это жестокость, победа любой ценой, травмы, насилие. Человек очень может быть упрямый, и из-за этого у него много сложностей. Подходит карьера военного, хирурга, там, где надо принимать решения, и порой жесткие. В отношениях эта звезда может приносить сложности из-за отсутствия нежности, доброты. Человек может провоцировать ссоры, быть агрессивным. Такая энергия агрессия. Звезда приносит это еще энергию операций, несчастных случаев. Поэтому первая рекомендация, когда видим, что, например, в году приходит данная звезда, начинаем лечить зубы, или делать уколы красоты себе, или капельницы какие-то оздоровительные ставить. То есть, чтобы мы отработали эту энергию. А звезда может приносить, к сожалению, с собой и смерть у водственников. Если звезда, овечий нож проявлена стихией власти или ресурсов, то человек будет планировать свои поступки выраженно, стратегически. Если звезда, овечий нож проявлена вместе со стихией непрямой власти, то есть убийца на седьмой позиции, то она наделяет человека умением общаться с разными людьми и делает его дипломатичным и коммуникабельным. Если звезда, овечий нож, вступает в слияние с расположенными рядом земными ветвями, то энергия звезды может распространиться и на них. Поэтому важно понимать, насколько она благоприятна. При благоприятном проявлении звезды способность к настойчивости, целеустремленности будет распространяться и на сливающую сферу жизни. Не любит эта звезда столкновений. Почему? Потому что возможны аварии и сложности. Символическая звезда, овечий нож, еще называется демон убиения овец, звезда опасного клинка, звезда мясника, звезда меча, кровавый нож. Определяется от элемента личности. Например, земля ян, овечий нож, это лошадь. Земная ветвь, лошадь. Вот если человек земли ян, и у него в карте есть эта земная ветвь, то надо обратить внимание, насколько она полезна и насколько проявлена. И особенно обращает внимание на периоды, когда она усиливается. Да, если это в благоприятном элементе, то проявляются вот эти верхние, то есть целеустремленность человека, дух охотника в хорошем понимании. И как рекомендация, и это очень рабочая рекомендация, вот когда приходит овечий нож, посмотрели, приходит год овечего ножа, значит, надо заняться иглоукалыванием, как минимум, иглоукалыванием, то есть, чтобы отрабатывалась эта энергия. Например, год, 21 год, это год быка, значит, для людей воды и приходит овечий нож. Значит, люди воды и, как только начинается год, сразу должны обратить на эту звезду внимание, вначале понять, полезный ли это элемент, и если не полезный, то периодически на протяжении всего года делать себе, не знаю, витамины какие-то ставить, там, иглоукалывание опять повторюсь, то есть, чтобы травмировалось в какой-то степени тело, но под нашим контролем.